Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. И как написано в Слове Божьем, делая добро, да, не унываем. Потому что все, что говорит нам делать Господь, оно нам что? Полезно. Плохому Господь нас не научит. Мы новое творение. Не забывайте, что мы должны уподобиться Богу, чтобы побеждать зло добром. И поэтому мы говорим, Господь, да, нам много прощено. Нам много прощено. Это благодаря Твоей благодати и милости мы этого не заслужили, не заработали. Слава Богу, это не заработаешь. Это по Его благодати. И поэтому написано, если мы не помним, где мы были, то мы ничего еще вообще не поняли, что с нами произошло и какую жизнь нам дал Господь. И известное место Писания, 1 Кориффицина 13 глава, которое говорит о Божьей любви. Но если суммировать, что сказать, что Божья любовь, она должна что делать? Она должна конкретно проявляться в нашей вере, да? То есть люди должны увидеть эту любовь в чем? В этих делах. И если этого нет, то просто у нас написано, что мы просто бренчим, звеним, и ничего, никакой пользы из этого нет. Поэтому то, что делает Господь, это прямая ответственность наша делать то, что Он делает. Тогда мы показываем, что мы дети Божьи. Мы не просто говорим, мы дети Божьи, нам все принадлежит, все наше, все нам, все для нас. Нет, Он говорит, как сыны Божьи. То, что они отдают, то, что они служат, то, что они являют Бога. Аминь. В этом проявление. Вот поэтому нам нужно учиться делать добро. Учиться, друзья. Вот на самом деле, потому что многие из нас, мы не умеем делать добра. Нагрубить, нахамить, оскорбить, обозвать. Это, говорит, он начал с детства. Этому никто не учил. Это получается автоматически. Наступи на ногу, и ты услышишь, что из него выйдет. Но нужно учиться побеждать. Как побеждать написано? Побеждать добром. Побеждать добро. Понимаете, что зло, оно всегда вызывает зло. Ответная реакция. Насилие вызывает насилие. И этот цикл, он как бы продолжается, продолжается, продолжается и продолжается. И поэтому Бог, Он дал нам свое оружие. Оружие добра. Чтобы побеждать. Чтобы остановить. Хочу вам еще одно местное описание прочитать. Это тоже из Петра, только 1 Петра, 3 глава. Написано. Наконец, будьте все единомыслены. Вот о чем мы сейчас говорим. Чтобы мы были единомыслены. В понимании Писания. В понимании воли Божьей. В понимании того, чего от нас ожидает Господь. Чтобы все мы были единомыслены. Потом что? Сострадательны. Братолюбивы. Милосердны. Дружелюбны. Смиренно. Мудры. Вот какое единство у нас должно быть. Не воздавайте злом за зло. Ругательством за ругательство. Вот здесь вот и видно, что проявляется в нас. Кто в нас проявляется, да? Что тебе оскорбили, а ты еще сильнее. Тебе сказали, а ты еще сильнее. Слово за слово. И что пошло там? И все. И, короче, два светильника горящих. Выяснили отношения, короче, да? Кто победил. Но никто не победил, да? Зло не может иметь победу. Зло порождает зло. И поэтому написано, будьте. Вот какими нужно быть написано. Будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло. Вы слышите меня? Как в вашей семье вообще все происходит? Всяко-разно. Ругательством за ругательством. Ну да, кто-то тебя обозвал там как-то. Ну сказал не как ты хотел. Не то ты услышал, что ожидал. Ну что в ответ тебе нужно? То же самое делать? Нет. Написано, не так вы должны поступать. Аминь. Мы не должны мстить. Мы не должны поступать, как этот мир. Не воздавайте, он говорит категорически, не воздавайте злом. Ну он же мне, ну она же мне, ну они же мне. И вот все вот это вот знаете, что заводит этот аппарат зла. Смотрите, что написано дальше. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Когда ты благословляешь, ты наследуешь благословение. Или не так? Ибо кто любит жизнь. Кто здесь любит жизнь? И хочет видеть добрые дни. Есть желающие? Тот удерживай язык свой от зла. А ты говоришь, хорошая погода там, то, то. Какие хорошие дни? Вот она где твоя погода в доме. Вот она погода вообще, атмосфера, да, громы и молнии. Торнадо, ураганы. Откуда они все исходят? А как удерживать свой язык от зла, а? Вот как? Может его отрезать, а? И ничего никто не поймет, да? Такие добрые прям. Только глаза недобрые достаются, да? Потому что нужно очиститься от зла. Очиститься от зла, да? Или не надо? Удерживай язык свой от зла. Уклоняйся от зла. И делай добро, ищи мира, и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным. И уши молитвы, и муж его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло. Против делающих что? Зло. Мы думаем, зло, это все в мире, мир во зле, мы в добре. Нет, когда мы сами обижаемся, когда мы злимся, когда мы гневаемся, когда мы раздражаемся, когда мы не прощаем. Это что, добро или зло? И что тут написано? Лицо Господне против делающих зло. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому, друзья, зло, если ты злом отвечаешь на зло, то не будет выхода. Аминь! Ты не будешь счастлив, ты не будешь благословен. Потому что тогда написано, ты не любишь жизнь. Если ты любишь жизнь, и ты хочешь видеть добрые дни, тогда удаляйся от зла, но делай что? Добро! Аминь! Слава Богу! Есть такое выражение, я тут выписал, написано, что «За добро платить добром – это по-человечески, за зло злом – это по-зверски, за добро злом – это по-дьявольски, а зло добром – это по-божье». Так вот, если мы божьи люди, да, можем мы по-божьей поступать? По-божьей, да, по-божьей. Все аминь хотят сказать? Аминь! Слава Богу! И смотрите, что вот Амос пишет, вот пророк Амос, он пишет так, это пятая глава. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых». Вообще, остаться в живых. Вы представляете, вот остаться в живых, дома, на работе, в церкви, где бы ты ни был, как тебе остаться в живых? «Ищите добра». Знаете, мы не просто как бы умственно, да, добро – это добро, это хорошо. Но он говорит, ищите добра, ищите, да, то есть это то, что нас побуждает искать, 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 двигаться, да, как мы ищем Бога, так мы ищем добра, чтобы остаться в живых, и тогда Господь Бог, Саваоф, будет с вами, как вы говорите. Мы-то всегда говорим, Господь с нами, Господь, а тут же злимся, тут же ругаемся, тут же обвиняем, да, ну, тогда как это, как вы говорите, когда он будет с вами? Ищите добра. Ищите добра, и ваша семья будет жива. Аминь. И будет благословение. Все, вот это жизнь, понимаете? Это несет жизнь, потому что зло несет что? Проклятие, оно несет зло, ненависть. Но когда ты ищешь добра, то Бог приносит свою жизнь. Ищите добра. Ищите добра. Это не то, что вы ждете, когда оно к вам придет. Нет, вы его ищите, вы его делаете. Слава Богу. Наполняйте свое сердце, наполняйте свой разум, наполняйте свои уста. Чем? Наполняйте его добром. Знаете, немецкий философ Фейербах. Слышали про такого? Каждый день слышим. Вот он так сказал. Добро – это воля к счастью. Вот хочешь счастье иметь, да? Говорит, вот добро – это воля, это направление к счастью. А так счастья тебе не видать. Добро – это воля к счастью. Американский президент Аврам Линкольн так сказал. Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Гениально. Если бы это не Линкольн, я бы так же сказал бы. Вы что, по-другому чувствуете или нет? Мы точно так же чувствуем, правда? Потому что мы иногда думаем, почему я себя плохо чувствую? Может, ты что-то плохо сделал? Хочешь, чтобы хорошо чувствовать? Сделай что-то доброе, да? Я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Слава Богу! Вот поэтому Дух Святой, Он хочет двигаться через нас, через церковь, да? Делая добро, прикасаясь к людям. Написано, что они, видя ваши добрые дела, прославят Бога. Как неверующий может прославить Бога? Как он знает, что это Бог? Вы понимаете, когда ты что-то делаешь доброе, Бог прикасается к человеку, к его сердцу. Он переживает какую-то особенную любовь, теплоту, как по-разному это можно называть. Но, видя ваши добрые дела, они прославят Бога. Аллилуйя! Поэтому Дух Святой, Он хочет двигаться, да? Он хочет двигаться, Он хочет служить, Он хочет помогать, Он хочет действовать. И поэтому, как мы поступаем, как мы поступаем, так Дух Святой будет наполнять нас, да? Если мы поступаем по добру, по Божьему, тогда Дух Святой будет действовать. Поэтому, что мы несем, что из нашей души исходит, чем мы наполнены, да? Наполнены ли мы добром? И мы излучаем это добро, мы даем это добро, да? Потому что, что я имею, то я и могу дать. Если у меня этого нет, я не могу этого дать. Вообще, просто сами, вот вспомните сейчас какого-то доброго человека или каких-то добрых людей. Вот кто вам приходит на ум? Все, что-то улыбаться сразу начинают. Я сейчас скажу, вспомните злых людей. У вас, конечно, другое будет выражение лица. Вот вспомните, да? Добрые люди. Вот знаете, к добрым всегда люди тянутся, правда или нет? Люди не тянутся просто к умным. Люди не тянутся просто, кто умеет много знаний и так далее. Еще какие-то там у него заслуги есть. Люди тянутся к добру. Они тянутся к добрым людям. И потом они уже, может быть, и будут другие видеть ваши особенности, да? Ваши какие-то другие компоненты вашей жизни, как, может быть, и знания, еще что-то вы можете делать. Но первое, людей всегда что притягивает? Их притягивает добро, потому что в этом есть Бог. И Бог хочет притягивать людей к себе, потому что Он благ. И милость Его вовек. А дьявол же, конечно же, злой, коварный. И даже если он хочет сделать добро, ну, с какой-то выгодой, да? С чем-то вот, чтобы что-то, какой-то рычаг, какую-то манипуляцию. Поэтому иногда люди видят, такой человек вроде нехороший, что-то доброе делает. Наверное, что-то надо ему. Что-то неспроста он такой добрый сегодня, да? Видели вы таких людей? Что-то прям не случайно. А что ты такой добрый, а? Тебе, наверное, что-то надо. Потому что обычно он не такой. Но Бог говорит, надо учиться делать добро. Вот пророк Еремея говорит, от этого, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Добра что? Не умеют. Понимаете, в чем глупость там выражается? Они не знают меня. Бог говорит, они не знают меня, потому что они не умеют делать добро. Ему надо учиться. Да, даже кому-то спасибо трудно сказать. Вы знаете, поздороваться порой людям. Видно, как он мучается, вроде хочет сказать. И даже порываясь, и опять не сказал. Хотел спасибо сказать. Говорит, хотел уже. У меня язык, говорит, не поворачивается. Помой мылом. Ну, может, повернется. Смой с себя, да, всю эту старую грязь. Чтобы у нас все прославляло Бога. Аллилуйя. Поэтому говорит, что добра делать не умеют. Не знают меня неразумные дети. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы Бог действовал. Правда? И вот еще одно местописание, всем известное. Псалом 13. Сказал, безумец сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий Бога. Все уклонились, сделались равны непотребными. Нет делающего добра. Нет ни одного. Смотрите, как связана вера. С чем? С деланием добра. Он говорит, нет, нет. Где, где эти люди? Где? Нет. Но люди, которые ищут Бога, да? Такого не может быть, что там человек, я такой, я молюсь, я такой духовный. Я там читаю Библию, что надо, пошли вон. Понимаете, этого не может быть. Я тогда не знаю, какому Богу он молится вообще. С кем он там время проводит вообще? Кто на него влияет, да? Где наше проявление нашей духовности, да? И Бог говорит, что вот, если они не делают добра, значит, они Бога это не знают, не разумеют, не ищут Его. Поэтому, как мы относимся к тому, что Господь говорит, да? Или мы просто слушаем, или мы берем, как Слово Божие, как авторитет для нас оно. Авторитет оно для нас или не авторитет? Если авторитет, то значит мы его исполняем. Если авторитет, то мы позволяем ему работать в нашем сердце. Тогда оно меняется. Это не просто какое-то знание, какая-то информация. Но если мы отодвигаем ее, то мы отодвигаем Бога на второй план. И тогда у нас нет способности делать добро. И написано, сказал безумец, да, глупец, что нет Бога. Потому что Господь благ и милость Его вовек. И смотрите, что написано 2 Тимофею, 3 глава. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Приготовлен. Божьи люди, как узнают, что мы Божьи люди? Как узнают, что Он приготовлен и Он делает что? Добрые дела. Аминь. И как это происходит? Это то, что Писание влияет на нас. Когда здесь мы цитируем Слово Божие, мы цитируем, провозглашаем это Слово. Для чего Слово Божие? Для обличения. А нам не нравится обличение. Но Слово Божие, оно обличает нас. Оно исправляет, оно наставляет. Оно готовит нас. Как мы реагируем на Слово Божие? Позволяем ли мы Слову Божьему действовать? Позволяем ли Ему править в нашей жизни? Позволяем ли мы? Тихо стало. Знаете, часто люди приходят в церковь. Новые люди приходят. Мы это часто говорим. Что, ну подойдите, ну спросите, ну поговорите. Но почему-то люди не хотят подходить порой. И приходят люди. Пришел человек. Посидел, посидел. Раз пришел, два пришел. Думают. Ну что я пришел? Я тут никому не нужен. И здесь меня никто не любит. Не пойду больше сюда. И точно не ходят. Поэтому как мы можем проявить свой интерес? Подойти, поговорить с этим человеком. Но как с ним поговорить? Потому что иногда люди тоже неправильно говорят. Они подходят к нему. А ты знаешь, что у меня в жизни творится? И как начинает такие вещи рассказывать. Он думает, я вот еще не верующий. Даже у меня такого нет сейчас. Друзья, нужно иметь мудрость, когда мы разговариваем с человеком. Правда? Потому что наша задача не о себе говорить. Наша задача заинтересоваться этим человеком. Спросить, что его волнует. Что его интересует. Правда? А не о себе. Потому что мы иногда готовы. Поймали жертву и начинаем ей там. И то, и то, и то, и то. Нет. Карнегий говорил, что за два месяца вы можете приобрести больше людей, интересуясь людьми, чем за два года заинтересовывая людей своей особой. То есть нам не надо про себя все время говорить. Спросите, что людям нужно. Что их интересует. Выслушайте их. Это есть доброе дело. Аллилуйя или нет? И Писание нам говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Я думаю, здесь ключевое слово, кто хочет. Многие, они говорят, что я хотел бы. Но насколько ты хочешь иметь друзей. Насколько ты хочешь. Насколько для тебя это актуально. Насколько для тебя это важно. Для Бога это очень важно. Мы должны быть дружелюбными. Аминь. Потому что если мы не дружелюбны, мы не можем оказывать никакого влияния на других людей. Но дружелюбны – это твое поведение, отношение, уважение. И так же ты делаешь что-то доброе. Правда? И он говорит, а кто хочет, кто хочет, тот сам должен быть таким. Не просто жаловаться, говорить, о, там нету того, нету этого, любви нету. Нет, если ты хочешь, ты сам должен быть дружелюбным. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому нам надо учиться видеть в людях. Это что самое трудное – видеть в людях – это видеть в людях доброе. Это, наверное, как кто-то говорил, да, это увидеть. Это как найти золото. Золото найти трудно. Оно где-то там, в глубине. Оно спрятано. На поверхности всегда грязь, мусор, камни. Точно так же порой человек. Мы видим только то, что на поверхности, не скрытым, не вооруженным глазом. А что внутри, мы не видим. И поэтому порой мы судим, осуждаем, обвиняем. И мы не готовы и не хотим тогда ничего иметь с этим человеком. Но Бог хочет, чтобы мы научились, что видеть. То, что есть у Него хорошее. Аминь. Этому тоже надо учиться. Потому что наш глаз наметан на плохое. Мы все недостатки, мы сразу видим. Мы становимся писанцем, мы пожарники, мы налоговая. Мы все видим. Только зашли сразу. Это не то, это не так, это вот так. И так же с человеком. Мы смотрим на Него, говорим, глаза смотри, глаза. Поэтому Бог учит нас другому. Аминь. Вы знаете, китайцы как говорят. Китайцы говорят, что человек без улыбки не должен открывать магазин. То есть, что открывает не только магазин, что открывает человека, правда? Что открывает человека? Твой суровый вид, твой злой взгляд, буравящий его там, вообще у меня проникает. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны, и будьте дружелюбны. Аминь. Будьте дружелюбны. И во всем этом мы всегда полагаемся на Бога, правда? Вот она наша вера. Вот другую часть, одну часть всегда веры рассматривали, то и то, и то. Но Бог говорит, есть еще другая часть веры. Она может быть не особенно развита, эта часть нашей веры. Эти мышцы веры не особенно разработаны. Но Бог говорит, без этого у нас не будет полноты. Аминь. Без этого мы не будем счастливыми. Без этого мы не будем добрыми. И мы не будем по-настоящему сильными. Потому что делать добро нужно быть сильным. Вы же сами это знаете, что надо силу. Сделать зло не надо никакой силы. Злодеи – это самые слабые люди. Добрые люди – это самые сильные. Аминь. Потому что они идут против течения, они идут против зла, против насмешек, оскорблений, чего бы это ни было. Поэтому нужно быть сильным. Сильным. Поэтому покажите вере вашей, что? Добродетель. И для того, чтобы развиваться в добродетели, нам нужно думать о чем? О добром. О добром. Правда? Нужно наполнять свой разум. Потому что когда мы наполняем свой разум чем-то плохим, злым, в нас всегда находится этого много. Этого везде. Только включи телевизор. Тебе тут же поливают, выливают, наполняют. Добра там ты почти не увидишь и не услышишь. И многие люди, они просто в азарте плохого. Знаете, там что случилось? А там было то, а там было вот то. Там еще хуже, а там еще страшнее, там еще ужаснее. И они смотрят вот это все. Это их наполняет, наполняет. Но Бог говорит, чем нам наполняться? Поэтому в филиппийцам написано. Наконец, братья мои, сестры тоже, конечно. О чем помышляете? Что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно. Что только добродетель и похвала о том. Помышляйте. Помышляйте. Чтобы это было в нашем разуме. Размышляйте. Помышляйте. Молитесь об этом. Правда? И еще, конечно, нам нужно говорить. 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 Что мы говорим? Какие слова? Если мы будем говорить добрые слова, это будут добрые семена. Поэтому Писание нам говорит, никакое гнилое слово. Да не исходит из уст ваших. Гнилое. Вообще такое, вот такое прямо Писание, что, ну, бывает, как сказал или просто рот открыл. Что там такое было? Никакое. Никакое гнилое слово. А только какое? Доброе. Смотрите. Доброе для назидания веры. Смотрите, что делает доброе слово. Оно несет веру. Да? Оно несет веру. Оно назидает человека в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которому вы запечатлены в день искупления. И всякое раздражение, ярость, гнев, крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Это не только Дух Святой оскорбляет. Правда? Вас-то это тоже, наверное, оскорбляет. И другого это оскорбляет. Потом говорит, да, будешь то это. Удалено. Удалено. Но будьте друг о другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот, вот что нам говорит Слово Божие, да? Поверим мы Слову Божьему. Подчинимся мы Слову Божьему. Будем ли мы исполнять Слово Божье, да? Тогда будут результаты. Аллилуйя. Тогда будет мир, тогда будет счастье, благодетствие. Аминь. Будет жизнь. Слава Богу. Относитесь по-другому. Думайте по-другому. Говорите по-другому. Как? По-доброму. 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 Вот еще раз хочу Карнеги процитировать. Самый верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, что он ценит. Что он ценит. Понимаете? А не то, что я ценю. Это путь к чему? К сердцу. Это для нас мудрость, друзья. То есть как нам общаться? Как нам говорить с людьми? Ну и вот в заключении несколько таких вот хороших притчей Соломона. Пусть добро из вашего сердца отразится на вашем лице. Добро откуда? Отразится на вашем лице. И вот что говорит притча. Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости. Я прочитаю современный перевод. Вам все говорят, что кости, как они уточняются. Радостный взгляд веселит сердце, а доброе весть и здоровье телу. Здоровье, друзья. Кто хочет? Кто любит жизнь, написано, да? Ищи добро. Поэтому, друзья, есть много чего Господь хочет сделать замечательного, прекрасного. Я даже выписал несколько пословиц. Вот как вот пословицы, поговорки есть. Смотрите. Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. А? Доброе дело питает и тело. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому видите, что доброта, она для нас что? Благословение. Аминь. Она и для нас, и для людей. Все меняется. Потому что идет победа. Идет наступление на зло. И оно побеждается, когда есть добро. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Пусть откровение Духа Святого приходит в сердца людей. Пусть это откровение, оно пробуждает нас. Чтобы мы учились делать добро. Чтобы мы наступали этим добром, Господь. Потому что наступая, мы несем свободу. Мы несем Твой мир, Твою любовь, Господь. Здоровье и исцеление написано. Аллилуйя. Аллилуйя. Какая великая сила, она сокрыта добре. Великая сила. Великое влияние. Великое благословение. Поэтому Бог говорит, не будь побежден злом. Не давай. Не сдавайся, когда зло наступает на тебя. Не будь. Не будь побежден. Такое идет противостояние. Такая борьба идет. Но Он говорит, не будь побежден. Не будь побежден злом. Но побеждай. Побеждай зло добром. Побеждай. Побеждай церковь. Потому что Господь сказал, что побеждающий, Он наследует все. Побеждающий. Ты побеждающий. Ты победитель во Христе Иисусе. Потому что ты новое творение. Аллилуйя. Поэтому постарайся сделать сегодня что-то доброе. Что-то доброе. Что тебе Бог на сердце положит. Может тебе надо кого-то простить. Кому-то извиниться. Кому-то позвонить. Кого-то навестить. Кому-то что-то сказать. Аминь. Но начинай побеждать. Начинай жить в жизни победы. Аллилуйя. Аллилуйя. Прекращай жаловаться. Прекращай обижаться. Прекращай. Потому что это зло. Правда? Зло. Зло. Зачем тебе нужно зло? Зло. Не будь побежден злом. Не будь. Но побеждай. Побеждай зло добро. Побеждай. Аллилуйя. Слава Богу. Победители. Давайте воздадим огромную славу Богу. Огромную. 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 Потому что это Господь. Вкладывает в наше сердце. В наши мысли. Свои желания. Свои чувствования. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.